Все мы знаем три наиболее важных элемента, необходимых для выживания любому человеку. Это воздух, вода и еда. Но похоже, что сегодня в условиях технического прогресса еще один элемент стремительно приобретает важное значение в жизни людей и вскоре может стать четвертым элементом, необходимым для выживания человека. Мы говорим о смартфоне. Глупость, скажите вы, как смартфон может быть элементом выживания человека? Но подумайте, какой предмет постоянно с вами с утра и до поздней ночи? Без чего вы не можете представить и час о вашей жизни? Да, это суровая реальность, и вы не можете это отрицать. Неужели нет способа стать умнее своего смартфона? Есть. Садитесь поудобнее, давайте поговорим по душам. Согласно исследованию, многие пользователи смартфона берут с собой свои телефоны, даже принимая душ или ложась в постель. Даже в Доме Всевышнего, в мечети, человек найдет время и возможность, чтобы проверить пропущенные сообщения, ответить в чате или удалить ненужный спам. Масштабы от нарастающего влияния смартфонов поражают. Из-за небольшого технического устройства рушатся семьи, ссорятся супруги, дети лишаются внимания родителей. В телефоне вся наша жизнь, все необходимые контакты, полезные ссылки, соцсети, виртуальные друзья, почта и видеосвязь. Мы нашли замену реальной привязанности к своим близким, следим за жизнью посторонних людей, забывая о своей собственной. А как насчет отношений со Всевышним Аллахом? Смартфон легко может стать препятствием на пути познания Создателя, если вы слишком сильно привязаны к телефону или используете его неправильно. Теряясь в виртуальном мире, практически лишенном духовных ценностей, мы отдаляемся от мира чистоты и искренности. Довольно часто возникает соблазн посмотреть нежелательные или непристойные видео. В режиме онлайн мы пропускаем через себя массу ненужной информации, пишем негативные комментарии, все это откладывает отпечаток на сознание. Но самое страшное, мы тратим единственный невосполнимый ресурс на нашей планете – время. Все это видят наши дети, которые впитывают наше поведение. Видеть маму или папу с телефоном в руках становится для них нормой, и они переносят эту модель поведения в свою взрослую жизнь. Давайте честно и открыто признаемся самим себе. У большинства из нас болезнь под названием синдром привыкания к смартфону. Это реальная проблема, затрагивающая миллионы людей во всем мире. Как понять, что у вас есть эта болезнь? Давайте проведем небольшой тест. Постарайтесь ответить «да» или «нет» на следующее утверждение. Вы держите телефон под рукой практически целый день. Вы берете его с собой в ванную, на прогулку, в мечеть. Ни один ваш день не проходит без него. Быстро разряжается аккумулятор вашего телефона. Первое, что вы делаете после пробуждения утром, и последнее, что делаете перед сном – проверяете свой смартфон. При приготовлении пищи и выполнении других домашних обязанностей вы сосредоточены на смартфоне. Вы пользуетесь телефоном даже во время вождения. Спасибо за ваши ответы, друзья. Итак, проблема определена. Каковы пути решения? Совершенно точно, смартфон облегчил нам жизнь, касаемо общения с друзьями и членами семьи. Он помогает нашему развитию, раскрывает новые грани окружающего мира и расширяет наши знания. Но мы все время должны помнить – смартфон необходимо использовать с ограничениями. Не позволяйте своему телефону диктовать вам условия. Помните, что вы – хозяин смартфона, а не наоборот. По воле Всевышнего, надеемся, что простые советы помогут победить эту зависимость. Посещая мечеть, не берите с собой телефон. Сократите время, которое вы тратите на смартфон, соцсети и тому подобное. Больше внимания уделяйте своей семье, продумайте приятный и уютный досуг. Не читайте Коран со смартфона, пользуйтесь книжной версией. Не пользуйтесь смартфоном при приеме пищи. Читайте полезные книги. Постоянно совершайте дуа, прося Всевышнего избавить вас от этой зависимости. Да поможет Всевышний Аллах нам использовать технологии во благо, а не во вред. И пусть всегда на первом месте будет наша вера, семья, забота об общем благе. Желаем всем радости и довольства Всевышнего. Аминь. И Всевышний Аллах знает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok